Ну что ж, давайте рассматривать исследование Монархия с позиции теоретика. Для чего вообще было придумано это исследование? Какой целью ставили исследователи? Монархия была придумана для оценки эффективности адювантной терапии объема циклибом в сочетании с эндокринотерапией у пациенток высокого риска при люминальном хир-2 негативном раке молочной железы. Почему это важно? Мы знаем, что, к сожалению, подавляющее большинство пациенток высокого риска все-таки спрогрессирует после завершения радикального лечения. Так, по истечении 5 лет риск возникновения отдаленных метастазов достигает 30% при высоком риске. В связи с этим было придумано исследование, его дизайн представлен на слайде. Критериями включения были следующие. Это были женщины в любом статусе менопаузы, то есть именструирующие и уже не именструирующие пациентки. Также включались мужчины, у которых был радикально пролечен люминальный хир-2 негативный рак молочной железы не менее 16 месяцев до включения. При этом пациенты должны были обладать высоким риском прогрессирования. Что это такое высокий риск? Это не какое-то абстрактное понятие, весьма четкие критерии. Либо 4 и более пораженных акселярных лимфатических узла, либо от 1 до 3 лимфатических узлов пораженных, и не менее одного фактора риска G3, то есть хайгрейт опухольки 67, не менее 20%, и размер первичной опухоли не менее 5 сантиметров. Всего было рандомизировано 5637 пациентов в два рукава в соотношении 1 к 1. В качестве контрольных групп использовала стандартная докринотерапия от 5 до 10 лет по клиническим показаниям. И в качестве экспериментальной на тот момент группы была группа Абемоциклиба, который принимался в режиме 150 мг 2 раза в сутки до 2 лет ежедневно. На фоне также стандартной докринотерапии от 5 до 10 лет по клиническим показаниям. После 2 лет начинался период активного наблюдения при сохранении стандарта эндокринотерапии, и на момент последнего анализа медиана последующего наблюдения составила 4,5 года, 54 месяца. Какие факторы стратификации использовались? Это вид предшествующей химиотерапии, либо это была неоадювантная химиотерапия, либо это была адювантная химиотерапия. Это, конечно, статус пенопаузы у пациентки и регион, поскольку мы знаем, что в азиатских регионах лечение и результаты его могут чуточку отличаться от европейских стран. Первичная конечная точка исследования была выживаемость без инвазивного заболевания. Я понимаю, что, наверное, довольно редкая конечная точка, мы чуть позже разберем, чем она отличается от привычной для нас. Вторичная конечная точка – выживаемость без отдаленных метастазов, общая выживаемость, безопасность, оценка качества жизни пациентов и фармакокинетика препарата. Какие критерии и исключения были исследования? Это, конечно, отсутствие вовлеченных лимфатических узлов, это отечно-фильтративная форма рака молочной железы, наличие отдаленных метастазов, в том числе в контрлатеральных лимфатических узлах, ранее имевшийся рак молочной железы в анамнезе исключения болезни инситу, ранее имевшийся лечение любым ингибитором цикле независимых кинат, что довольно логично, предстоящая эндокринотерапия для профилактики рака молочной железы и наличие какой-либо сердечно-сосудистой сопутствующей патологии, которая могла бы внести свое влияние в лечение пациентов. Также тромбоз глубоких вен. Что такое выживаемость без инвазивного заболевания и без отдаленных метастазов? На самом деле это просто важное понятие, которое мы должны четко разграничить для того, чтобы интерпретировать конечные точки правильно. И для этого мы берем 5 ключевых параметров. Когда мы говорим о ВБИС или выживаемости без инвазивного заболевания, то это локорегионатный рецидив, это развитие контрлатерального рака молочной железы, развитие отдаленных метастазов. Второй первичный рак, любой рак, не молочной железы, любой абсолютно, ни один пациент от этого, к сожалению, не застрахован. И летальный исход. Чем отличается же выживаемость без отдаленных метастазов или ВОМ от выживаемости без инвазивного заболевания? Если мы представим 5 тех же самых критериев, то мы оставляем только развитие отдаленных метастазов и летальный исход. Обратимся к характеристикам пациентов. Мы видим, что в целом группы были хорошо сбалансированы. Медиана возраста в обеих группах составила 51 год. И обратите внимание, что 84-85% пациенток были возрастом младше 65 лет. Включались пациентки как пременопаузальные, как уже было сказано, это было порядка 43,5% и постменопаузальные. Подавляющее большинство пациенток получали неоадъювантную или адъювантную терапию. Это понятно, потому что пациентки высокого риска изначально. Большая часть пациенток получала именно адъювантную химиотерапию. И если мы обратимся к подгруппе пациентов именно высокого риска, от 1 до 3 лимфатических узлов с наличием дополнительного фактора, то мы видим, что группы также были хорошо сбалансированы в плане третьей степени излокачественности гистологии по 22%. И с точки зрения размера первичной опухоли не менее 5 см по 5,5% по визуализирующим методам. На слайде представлены характеристики пациентам по эндокринотерапии, которую получали пациентки в группе контрольной и экспериментальной. Часть пациенток получала тамоксифен, некоторые пациентки в меньшинстве, но тем не менее получали торимюфен, часть они и псевариальной супрессии. Большая часть пациентов получала ангипетроароматазы на фоне авариальной супрессии, литрозол, анастерозол или стероидный ангипетроароматаза, литромистан. Какие результаты были получены? Первичная конечная точка – выживаемость без инвазивного заболевания. На момент последнего среза данных мы видим, что кривые впервые начали расходиться через 2 года от начала анализа, то есть когда пациенты закончили активное лечение обеимоцикливом. На тот момент дельта в кривых составляла 2,8%. И постепенно мы видим, как кривые продолжают расходиться в периоде последующего наблюдения, достигая разницы в 7,5-7,6% на рубеже 60 месяцев. С точки зрения статистической значимости, конечно, это достоверно. И относительное снижение риска при добавлении обеимоциклива достигло 32%. При интерпретации под групповым анализом мы видим, что преимущественно все группы выигрывают от добавления обеимоциклива к стандартной эндокринной терапии. Я прошу прощения, здесь маленькая опечатка. Здесь все-таки должны быть не менопаузальные пациентки, а пременопаузальные. Я заметила уже, когда ехала на конференцию, было уже не исправить. Здесь мы видим, что статистически значимая разница не была достигнута в группе старше 65 лет пациентка с ЭКОК-статусом 1 и с благоприятной, так сказать, гистологией G1. Смотрим вторую конечную точку, выживаемость без отдаленных метастазов. Здесь мы тоже видим расхождение кривых уже через 2 года от рандомизации пациентов. Мы видим статистически значимую разницу, которая была 6,7% на момент 60-месячного рубежа и снижение относительного риска возникновения отдаленных метастазов на 33%. Общая выживаемость, конечно, вы можете сказать, что кривые абсолютно практически идут линейка в линейку, они практически слиплись. Это действительно на момент последнего третьего анализа, это промежуточный анализ. Статистически значимой разницы получено не было, но окончательный анализ общей выживаемости согласно дизайну исследования заложен либо по истечении 10 лет с момента последней даты рандомизации последнего пациента, либо при достижении 390 событий. Но давайте посмотрим, как же меняется состав событий с течением времени. Если мы посмотрим на тех пациентов, у которых событие возникло в период наблюдения, то мы видим, что большее количество пациентов живых с метастатической формой заболевания наблюдается именно в группе классической эндокринотерапии. А количество летальных исходов, которые были связаны с основным онкологическим заболеванием, было выше в группе только эндокринотерапии. Но если мы будем анализировать летальные исходы, которые не связаны с онкологическим заболеванием, то здесь мы видим, что именно в группе опемоциклиба было большее количество событий по сравнению с чистой эндокринотерапией. Нежелательное явление, это тот момент, который, конечно, нельзя обходить стороной, ни для кого не секрет уже из всех исследований Монарх, которые проходили до этого, что визитной карточкой с точки зрения нежелательного явления для обемоциклиба является диарея. И в этом исследовании это не стало исключением. Мы видим высокую частоту развития диареи у пациенток на фоне обемоциклиба. С точки зрения гематологических нежелательных явлений тоже все было достаточно ожидаемо прогнозируемо из других исследований Монарх. Это развитие прежде всего нейтропении или ликопении. Боль в животе, вероятнее всего, была связана с диареей, поскольку одно без другого, как правило, не существует. Но остальное было абсолютно сопоставимо. И если мы обратимся к количеству пациентов, которые прервали прием обемоциклиба из диареи, то на самом деле количество пациентов было не так уж и высоко. 5,3%, а остальные пациентки остались на терапии. Корректировка, конечно, корректировка дозы редукция понадобилась части пациенток, но 62% шли без снижения дозы, и 43,6% все-таки потребовалось снижения дозы. Что касается нежелательных явлений особого интереса, это прежде всего венозной тромбоэмболии, то здесь все-таки, да, мы видим, что для обемоциклиба это была более частая история, чем только на эндокринной терапии. Но у нас есть возможные методы визуализации, учитывая, что мы уже знаем, чего ожидать от работы с этим препаратом, для того, чтобы вовремя выявить тромбоз глубоких вен. Частота возникновения тромбоэмболии легочной артерии незначима, но была выше в группе обемоциклиба, и частота интерстициальных заболеваний легких также была выше в группе обемоциклиба по сравнению с эндокринной терапией. Таким образом, из исследования Монархема можно сделать следующие выводы, что добавление обемоциклиба, во-первых, все-таки позволило статистически значимо улучшить показатели выживаемости без инвазивного заболевания, без отдаленного метастазирования. Кривые продолжают расходиться со временем, и чем дальше, тем дольше наблюдений, тем больше мы видим разницу. Данные по общей выживаемости, конечно, пока не зрело, но мы видим, что количество смертей, то есть событий, от прогрессирования рака молочной железы все-таки меньше в группе обемоциклиба, а нежелательные явления, в общем-то, довольно сопоставимы с тем, что мы уже видели раньше. И все-таки эти данные подтверждают необходимость добавления обемоциклиба, к одеватной терапии для пациенток высокого риска после радикального лечения люминального хиртва-негативного рака молочной железы. И как теоретик я очень коротко позволю себе коснуться вопросов, которые я сама себе задаю с точки зрения теории интерпретации этого исследования. Почему не все пациентки получали варьальную супрессию? Ведь медиана возраста около 50 лет. Хороший вопрос, но таков дизайн исследования, плюс, к сожалению, многие пациентки отказываются от варьальной супрессии, в реальной клинической практике. Может быть, разница в выживаемости без отдаленного метастазирования была получена благодаря пациенткам с микрометастазами. На мой взгляд, роль радикального лечения в том числе в радикации микрометастазов. Поэтому это тоже важный аспект, который мы не можем выбрасывать. Да, зрелых данных по общей выживаемости нет. И встречались разные точки зрения, можем ли мы уже использовать терапию в рутинной практике. Но на мой взгляд, учитывая, что дизайном исследования заложено либо 10 лет, либо 390 событий, ждать нам очень долго. А мы уже видим, что количество событий, которые наступали именно из-за прогрессирования рака молочной железы, было выше в группе чистой эндокринотерапии. Что мы будем делать с такими пациентками? Вопрос хороший, но я для себя сделала такой вывод, что, наверное, мы будем поступать с ними как с пациентками, которые в первой линии лечения получают ингибиторицикл независимых киназ. Мы определяем, через сколько спрогрессировали пациентки. Есть ли мутация пиктрисеи, какой масштаб бедствия. И в зависимости от этого уже будем решать. Не ухудшаем ли мы качество жизни пациенток, привязывая, по сути, их к лопирамиду? Напоминаю, что одной из конечных точек исследования было как раз-таки изучение качества жизни. Пациентки заполняли опросник факт Би. И с точки зрения этой конечной точки ухудшения качества жизни выявлено не было. Диарея, к сожалению или к счастью, да, это такое частое желательное явление, но оно очень хорошо контролируется при помощи этого самого лопирамиды. Большинство пациенток все-таки считают, что это та цена, которую они готовы заплатить за потенциальное излечение. Ну и, конечно, стоимость. Соотношение кост-эффективность, наверное, с первого взгляда не кажется явным в пользу обе моциклиба. Но если мы посмотрим на стоимость адюванта терапии и стоимость терапии метастатических пациенток, ну, во-первых, часть пациенток просто не доживут до своей метастатической стадии и не доживут до начала первой линии, я имею в виду это, хотела сказать. А если мы посмотрим именно по стоимости упаковки препарата, то получается, что мы по медиане выживаемости без прогрессирования в первой линии, допустим, платим одинаково что за адювант, что за первую линию. Но по итогу метастатические пациентки – это те пациентки, которые будут лечиться всю свою оставшуюся жизнь. И потенциальное лечение таких пациенток будет в итоге дороже. И если бы я была большим регулятором здравоохранения, наверное, более логично выглядит вкладывать денежные средства именно в лечение, в работоспособных пациенток, которые в последующем после радикального лечения могут работать и вести обычный образ жизни. Спасибо большое за внимание.